Официально войну в Афганистане называли исполнением интернационального долга освободительной кампании и украшали множеством возвышенных эпитетов. Однако в народе происходящее в Афгане называли либо войной, либо бойней. Лишь погибшими за 10 лет Советский Союз потерял более 15 тысяч человек. Нелегко пришлось и тем, кто смог вернуться домой. Когда ребята приходили с боевых действий, их не понимали. Народ не очень воспринимал эту войну. Это как кино было. Они ее не знали. Встречу приурочили к 25-летию Московской областной общественной организации семей погибших в Афганистане. В том, что мероприятие прошло в Одинцовском краеведческом музее, нет ничего удивительного. Наш музей исторически уже много-много лет не просто сотрудничает, а дружит с представителями вашей организации. За четверть века члены организации провели кропотливую работу по установлению обстоятельств гибели советских граждан, штатских и военных. Причем зачастую им приходилось продираться через бюрократические дебри и равнодушие чиновников. Создана полная база данных. Базу собирать было нелегко. Это закрытая информация. С 91-м году у нас матери погибших ездили в архивы. Так это все засекречено было. Одинцовский историко-краеведческий музей может похвастаться собственной экспозицией, часть которой посвящена войне в Афганистане. Кроме того, на выставке собраны личные вещи и фотографии. Документы многих воинов-интернационалистов, которые исполняли свой воинский и служебный долг за пределами Отечества. Святослав Савенков, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.